Царю небесную Отец наш небесный, молим Те, имя Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание по Слову Твоему Святому. Дару Господи, дам не знание, а исполнение того, что Ты нам оставил для спасения душ наших, ибо Слово Твое будет судить нас в последний день. Благослови братья наших, трудящихся на молитве сейчас, благослови всех, кто находится в потерявке, братья наши, всех, кто желает истинно веровать в Тебя, несмотря ни на ее ухищрение Сатаны. Тебя слава за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Все вокруг Слова Божьего мы собрались. Не делайтесь, говорит, учителями. Там много, говорит, учителей, которые не знают ничего. Раз, как-то раз и подожрим, он будет читать уже, никуда не оплынет. Хорошо читает, все, две ошибки допустил вчера и все, небольшие. А мы проходим такие тематики, которые, не знаю, будете ли вы когда-то еще даже встречаться или нет. Вот у нас случилась страшная трагедия в 1917 году. Помните, да, такая? Революция. Революция, да, это страшная трагедия. Для вас трагедия, но нет, вы как переживаете вообще трагедию? Я прогадалась, это была война. Война? Какая война? Трагедия. Трагедия? Это была гражданская война. Вот сейчас на Украине идет гражданская война, самая настоящая, переживается. В свое время они ее не закончили и тут начали заканчивать. Конечно, под гражданскую войну попадает весь мир, не только когда в таких могучих странах происходит такое падение. Ну вот, мы сейчас будем про такую гражданскую войну с вами читать в Слове Божьем. Это была страшная трагедия для народа тогдашнего Израильства. Ну вы помните, о чем мы говорили? Помните, как звали того, кто затеял эту всю... Эти дела с идолами? Как его звали? Миха. 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 Как Миха зовут? Когда? Кто, у кого Миша есть, знакомый? Миша. Есть? Да. Его как зовут? Миха зовут? Ну да. Запомните. Миха? А, Миха, как ты себя чувствуешь? Так вот и Миха был здесь. Миха, видать, потом в Мишу перешло. Вот этот Миха начал поклоняться кумирам, причем сам его сделал, причем из посвященного серебра, которое мать посвятила Господу Богу. Взял, говорит, его, а куда отдавать-то некуда, далеко до храма идти, поэтому просто сделаем попроще. Сделаем вот такого себе башка, ну это, скорее всего, был, конечно, телец, потому что еще это со времен идет исхода евреев из Египта. Кого они тогда лили? Золотого тельца. Вот, золотого тельца, правильно, впереди слова еще золотого стоит. Золотого тельца вылили они. И сережек колец. Да, из своих, из своих этих украшений. Хотя Господь им не говорил, Моисей им не говорил. Господь не говорил вообще ничего, какой он там, как выглядит. Почему решили они, что он телец? Непонятно, вот мне лично непонятно, я этот вопрос как-то задавали, но никто не знает, чего они решили, что телец. Чего они дракон? У китайцев дракон. Ну, дракон такой, зубы, крылья летает, да, там, такой, как огнем дыханет. А это телец. Ну, чего телец? Ну, вот показывают потерявки, ходят они, здоровые валы эти, идут, и орет он, орет. У-у-у-у, так прям орет. Чего орет, непонятно. Потом объясняют, оказывается, на этом месте там мясо резали. И он почувствовал это, и вот, ему неохота умирать. Неохота тельцу умирать. Кричит. Никому не охота. Никому не охота. Вот почему мы тельца им выливали, как кумира. Ну, главное то, что поклонялись именно этому извоянию. Прямо этому извоянию. Это извояние было Богом. Вот сейчас даже с чем сравнить невозможно. У нас нету такого. Мы ходим в музеи, в театры, в кино, там, допустим. Ну, это не то, все. Телевизор. Ну, как бы можно все это назвать кумирами. Зрелища там всякие. Ну, какие опять же зрелища? А если там идет библейская постановка, или постановка, там, допустим, историческая. Чего не посмотреть, допустим. Это нормально все. Чтобы развитие было у нас полное. Кстати, кто знает, где находится Мадагаскар? Где? На юге Африки. Вернее, на востоке. На юго-востоке, да? Ну, неплохо, нормально. Представил ты где, да? Хорошо, географию знаете. Это я так просто вас проверяю. То, может быть... Для того, чтобы вы сейчас знали, где находится Палестина. Палестина где находится, представляете? У меня так карта есть. Представляете, да? У вас какое представление? Вот Библия, это у нас будет Средиземное море. Вот это Средиземное море. Я сижу, вот здесь Африка у меня пошла. А где Палестина? С какой стороны? Вот здесь, да? Здесь. Представили Палестина? Палестина. Вот здесь Палестина. Прямо вот это Средиземное море. А вот тут благодатные берега Палестины. Тогда это были долины. То есть там текли ручьи горные. И там все орошалось водой. Там отличные были сборы урожая. Причем сборы урожая по четыре урожая в год. И Господь сказал, вы войдете в землю обитованную, где течет молоко и мед. Понятно, да? Молоко с медом. Еще хлебушек раз. Можно вообще питаться все время. Почему? Мана небесная. Какой вкус у нее был первый, самый изначальный? Как? Лепешки с медом. Лепешка с медом. Не обожает. Обожает она даже. Вот уже вся кумира сотворила. Сильно не обожает. Надо в меру любить. У нас, кстати, у русских слово любить ко всему относится. К всему. Допустим, кто-то любит читать, сидя на горшке. Любит. А кто-то любит Родину. И слово одно, любите. Понимаете? Никак не скажешь по-другому. Поэтому вы с этим смиритесь. И когда говорите о своей любви, допустим, Господу, вы несомненно всем сердцем, разумом, крепостью своей, духом показываете Господу, что вы любите именно Его. А то перепутаете еще. И совсем другое будет понятие внутри. Как некоторые подходят. А у меня хульные мысли, когда я подхожу молиться к иконам. Хульные мысли от того, что нет рождения свыше. А почему это есть? Потому что хаос в голове. А хаос когда рождается? Когда нет власти. И написано, удерживающий теперь есть. Это книга Откровения говорит. Пока есть удерживающий, Антихристу не прийти. Сатана не пройдет. Пока есть удерживающий. Кто это удерживающий? А духотворенная духом святым власть правителей. Называется еще римское право сейчас. Вот римляне, они эту власть выпистывали. И вот эту юриспруденцию. И теперь наказание идет людям за то, что они будут делать какой-то, даже для нас грех. Допустим убийство. Потом дальше подкуп. За это все наказывается. Возьмите юридические каноны. Ну и правила их. И там наказаний столько много. И вы под каждым скажете. Так это и Господь наказывает. Это и тоже Господь наказывает. Тоже Господь. И даже заблуд у римлян. У нас сейчас этого нет. Если жена или муж блудят друг от друга, было наказание. Это мы сейчас просто не знаем. Его убрали, потому что оно неприятно было. А у них, у язычников это было. Ну они конечно лицемерили, там где-то на сторону ходили. Но это всегда было. Но однако. То есть вот именно этот удерживающий нас дисциплина. Почему когда день, никто не ходит и не пристает никому. Ночь начинается, начинается насилие, убийство. Почему обязательно человека, чтобы его изнасильничать, нужно куда-то затащить. В кусты там или еще куда-нибудь. Или куда-то где-то в какой-то заброшенный дом показывают. В страшных местах, как Чикатило. Почему все это делает сатана? Потому что ему темноту любят. Это темное время. Это его, там нет никакой дисциплины. Нету никакого понятия о праве. И поэтому пока есть удерживающий, мы будем с вами жить для того, чтобы проповедовать Слово Божие. И вот теперь читаем. Глядите. 19 глава книга Судей. В те дни, когда не было царя в Израиле, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Точно так же начинается. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. И тогда не было царя в Израиле написано. И он взял себе наложницу из Ефрема и его действовала. Знаете, кто такая наложница? Жена это или нет? Нет. Не жена, да? Это гражданская, будем говорить, жена. Да. Ну, видите, что творится уже. Нету царя в Израиле. Делают все, что хочет. Наложница его поссорила с ним и ушла от него в дом отца своего, в Ефрем иудейский. И была там 4 месяца. Это очень похоже на наше время, да? Сейчас. Похоже, что мы в этом как раз времени живем. Поссорились и ушла к маме. Или к отцу там, как говорится. Сейчас это сплошь и рядом. Муж ее встал, пошел за ней, чтобы поговорить к сердцу и возвратить ее к себе. С ним был слуга его. И рослы. Она вела в дом отца своего. Отец этой молодой женщины увидел его с радостью. Встретил его, удерживал его. Тест его отец молодой женщины. И, в общем, он там гостит. Ну, то есть, все хорошо. Они помирились. Отец, видать, с ней поговорил уже. Ну, что там, что тебе не нравится? Он уже левит, ты понимаешь? Левит. Ему народ носит поесть. Если даже у старости будет, еда-то будет. И она такая подумала. Ну, молодая еще такая вся. Ну, как обычно. Гордая еще такая. Как говорят, вот такая. Да? Как сказать, гордая? Вот такая, да? Вот такая. Вот. То есть, нос задирает. Икония идет вот так вот даже. Вот такая. Не идет, говорит, а пишет. Нет уж, не надо такой быть. Ну, видите сами, чем дело заканчивается. И, в конечном итоге, они идут домой. Но он ее берет. И он отправил их с мира. И пошел он к вечеру. Но муж не согласился ночевать. Встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов, наложницы. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга. Зайдем в этот город Иусеев, заночуем. А господин сказал. Нет, нет, не пойдем. Это город иноплеменников, то есть язычников. Они не из сынов Израиля. Ну, дойдем до Гивы. И сказал слуга своему, дойдем. До одного из всех мест, заночуем в Гиме или в Раме. Ну, то есть там, где живут еврейские братья их. То есть в Иерусалиме не стали останавливаться. Так, что же там дальше будет у них? И пришел он, и сел на улицы города, но никто не приглашал его в дом при ночлеге. Говорит, вот тех братьев и пришли. Это говорит о том, что никакого милосердия в этом городе нет. Помните, как Авраам ждал странников? Что он делал? Что было видно, что он ждет странников? Он сидел и ждал. К дороге выходил. И сидел там, и ждал, когда кто из путников будет проходить, чтобы позвать его. То есть, как вы помните, как блудного сына встречал отец? Как он его встречал? Еще, еще, он только шел к нему, он уже навстречу ему кинулся. То есть, он высматривал сына своего блудного. Вот так вот. Вот как нужно ждать странников. Вот здесь сел посреди, ну, на площади там какой-то, ну, как обычно, в центре города этого селения, и никто не проходит. Никому-то и не нужен. Такого у нас сердца не должно быть. Мы должны странников любить, принимать их. Показывай всем этим. Поедешь на крещение со мной? Да. Вот, хорошо. Все уже. Я только папу спросил. Что, не спрашивали еще? Нет. Ну, спроси. Ну, папа-то меня знает. На крещение, ну, нужно там, где братья собираются, чтобы, ну, от них, ну, увидеть, нужно полезные примеры. Помолиться вместе. То есть, Господь благословляет нашу церковь свою, все собрание. Господь ни одного спасает. Спасал бы одного, а то все вокруг Игнать Тихоновича крутятся или батюшки приезжают. Вот эти неверующие люди. А Господь-то спасает, вон какая община у нас большая. И в потеряльке, и задают вопрос, а в потеряльке там что? Другие? Да нет, такие же. А почему такие же? Да потому что в городе уверовали, поехали в деревню жить. Вот как получилось-то у нас. И получилась у нас связь города и деревни. Что хотели коммунисты? Получилось у нас, у православных только. И теперь мы спокойно едем в потеряльку, как к себе домой. Ну, немножко надо взять продуктов. Там у них кое-чего не хватает. Картошка есть, а рыбы нету. Поэтому, когда едете туда, берите обязательно рыбу. Я взял много. Так что, все нормально. Итак, вот нету гостеприимства у них. Ну, видите, какие. Это все евреи. И от жителей всего селения были сыны Вениаминовой. Он поднял глаза и увидел прохожего. И сказал старик, куда идешь и откуда. Ну, он сказал, что идет, значит, туда-туда-то. И никто не приглашает меня в дом. У нас есть солома для ослов. То есть, у него все есть. И хлеб у нас есть. Для меня и рабы твои, и для слуги. Так что, ни о чем недостатка у нас нету. Старик сказал ему, будь спокоен. Весь недостаток твой на мне. Только не ночуй на улице. И вел его в дом свой, дал корм ослу. А сами омыли ноги, ели и пили. Тогда, как они разоселили сердца свои. Ну, разоселили в чем? В том, что мы были голодные, усталые. А тут есть где ночлег. Знаете, как когда сильно устал, и уже можно ложиться спать, и тебя никто не потревожит. И ты так ноги вытягиваешь. И такая называется истома. Так хорошо. И ты думаешь, господи, как же хорошо поработать, а потом, чтобы тебя не трогали, вот так отдохнуть. Было у кого-нибудь такое? Да. То есть вы все такие же люди, как я. Слава Богу. И вот они вот так развеселили сердца свои. Что ты говоришь? После бани такого. После бани. Ну, ты маленькая еще, ты еще подожди работать. У тебя еще кости хрупкие. Поэтому у тебя еще такого не было. Все впереди. И тогда люди развратные окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома, вылези человека, ушедшего в дом твой. Мы познаем его. Вот так вот. Вот о чем мы, до чего мы тут договорились уже. До нехороших таких дел, о которых-то и говорить не надо, но Библия нам о них говорит. Познаем его, везде, где познаем его, это значит, нужно кому-то куда-то залезть и глубоко чем-то. Вот так. Чтобы получить, называется, удовольствие. И это, мы видим, происходит у кого? У кого? Кто? Где они присутствуют? В каком селении? Дьева. И кто тут? Сыны Вениаминовы. Сыны Вениаминовы. Евреи. А как называют тех людей, которые хотят мужчину познать? Содомиты. Содомиты. И что было с Содомом? Уже до этого, уже было. Что? Значит, эти Вениаминяне нисколько не боялись Бога уже. Вот до чего доводит этот хаос. Гражданские войны и так далее. Еще нет гражданской войны. Еще нету, мы только к ней подходим. С чего начинается? Разруха, говорит профессор Преображенский, в головах. Это не какая-то там старуха с клюкой. А вот Зина будет с Дарьей Федоровной ходить мимо, в коллозете мимо унитаза? Вот это и будет, значит, называется разруха. И убирать за собой еще не буду. Все, да? Так, остановились мы на таком самом непонятном. Но дальше увидим гражданская война, с чего начинается. Господи, помилуй. Главное, гражданская война, чтобы в наших душах началась. И не дай Бог в нашем селении с вами. А наше селение – это наш храм, наша церковь, наша община. Спасибо, Христос. Господи, помилуй. 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 Господи помилуй. Господи помилуй. Господи. Господи.